всем привет и спасибо что вы пришли ко мне в гости на мою любимую кухню друзья я сегодня увидела такой интересный рецепт жульена по телевизору какая-то там знаменитость его делала естественно жульен он такой вкусный во всяком случае когда я была молодой и ходила или начала ходить по ресторанам то всегда мы заказывали этот самый жульен красивое название такое и он был ужасно вкусным таким красивым каким-то таким экзотическим и я подумала боже мой так мы же тоже можем его сделать если мы немножечко переделаем сам рецепт и я для вас всех этот рецепт сегодня придумала и вместо соуса молочного с пшеничной мукой с маслом мы с вами сделаем другой соус а ля бешамель и это вкусная закуска станет вдруг совершенно полезной и будет такой же вкусно ну что идемте готовить для того чтобы приготовить наши вкуснейшие жульены нам с вами понадобится одна сковорода большая такая чаша для вымешивания маленькие формочки для выпекания небольшое полотенце силиконовая лопатка ложка такой вот блендер взяла я или миксер который мы будем с вами использовать сегодня стакан для выпивания ну и из продуктов питания растительное масло для жарки 400 грамм шампиньонов которые уже мелко порезала 300 грамм вареной куриной грудки 200 грамм натурального йогурта без добавок две такие большие относительно луковицы 2 яйца и тертый сыр мы начинаем приготовление наших жульенов с того что мы обжарим с вами шампиньоны с луком на сухую горячую сковороду я выкладываю наши шампиньоны для того чтобы они отдали сок немножко мы их обжарим и затем добавим масло и наш порезанный лучок когда мы таким образом обжариваем шампиньоны они получаются более вкусными что ли они сохраняют вот этот весь свой прекрасный вкус видите как из шампиньона выходит жидкость вот она должна немножко выпариться тогда вкус нашего блюда будет гораздо лучше нежели бы мы обжарили сначала лук на масле а потом уже добавляли наши грибочки это такой небольшой лайфхай для вас жидкость из шампиньонов выпарилась мы уменьшаем наш огонь я с 15 поставила на 10 теперь мы добавляем растительное масло и будем вводить наш лучок и все это еще раз обжарим до такой готовности добавляем лук это помешаем посолим поперчим еще раз перемешаем и доведем до готовности когда наш лук приобретет такой прозрачный цвет или золотой скажем так то мы выложим все это в чашу для вымешивания добавим к ним нашу куриную грудку которую я как я рассказала предварительно отварила вот так выглядят наши шампиньоны с обжарившимся луком кажется так что лук преобладает очень много здесь но не переживайте мои хорошие мы в жульен добавим обязательно еще и куриную грудку и у нас получится великолепный баланс вкуса сейчас мы это все перекладываем в форму для того чтобы все это смешать вместе с куриной грудкой теперь мы с вами приготовим соус а-ля бельшанель почему он так будет а-ля потому что обычно этот соус делается на муке с молоком и сливочным маслом но мы с вами прибегнем сегодня к хитрости то есть мы смешиваем с вами по яйца натуральный йогурт и буквально пару ложечек тёртого сыра теперь это все тщательно перемешаем миксером все наш соус готов и наш соус получился вот такой консистенции им то мы и будем заливать наши жульен шампиньоны с луком и давайте добавим с вами нашу куриную грудку все это перемешиваем и начинаем выкладывать в наши формочки и аккуратненько ложечкой выкладываем наверно будет у нас где-то по две столовые ложки то же самое производим со всеми остальными остаток я приготовлю чуть позже а теперь мы должны с вами все это чудо залить нашим соусом я беру ложечку и приступаем у одной вот такой целой раз и соусе как вы уже видите да есть сыр если что мы еще дольем для сочности давайте еще немножко добавим чтобы добру не пропадать и сюда даём смотрите что у нас уже с вами имеется теперь давайте все это притрусим сыром для золотистой корочки ничего если возьму пальчиками потому что руки у меня чистые как всегда прям вот смотрите как вы любите мы любим когда побольше сыра тертого поэтому я даю две щепотки хорошие ну что друзья теперь самое время все это поставить в духовку которая уже разогрела до 180 градусов в духовке должны постоять наши жульена минут 15-20 смотрите по своей духовке но вы прекрасно все сами увидите потому как пахнуть будет вашей кухне великолепно и когда появится золотистая корочка когда наш сыр расплавится то естественно сразу же мы и вынимаем вот что у нас с вами получилось вот такие вот прекрасные жульена они очень горячие поэтому я их положу поставила на такой вот подносик для того чтобы вам их показать смотрите какие они румянники получились красивенький запах у нас совершенно потрясающий в кухне и дорогие мои друзья смотрите как все просто как все красиво вкусно заметьте и полезно так что не бойтесь экспериментируйте меняйте какие-либо ингредиенты и делайте вашу пищу более здоровой и получайте от нее удовольствие ну конечно же помните о том что мы едим чтобы жить а не живем чтобы есть спасибо мои хорошие что были сегодня вместе со мной посетили мою кухню приготовили со мной этот рецепт оставляйте свои комментарии пишите какие-то свои пожелания буду с радостью для вас от всей души и сердца готовить с вами была любящая вас виктория до новых встреч и до новых рецептов пока